Планируя путешествия по безвизовым странам, каждому туристу очень полезно представлять, где эти страны находятся, какие из них находятся ближе к России, а какие еще нужно поискать на карте. От удаленности страны зависит время начала и бюджет поездки, а также очередность посещения, если планируете посмотреть несколько стран. Правда удаленность от России понятие туманное, жители центральной России географически ближе к Европе, а сибирякам и жителям Дальнего Востока проще добираться до азиатских стран. Чтобы не путаться, предлагаю вашему вниманию обновленный список безвизовых для россиян стран, отсортированный по степени удаленности, то есть по времени авиаперелета от Москвы. Итак, в какие из стран можно ехать без визы в первую очередь. Ближайшие к России безвизовые страны. Авиаперелет 1-2 часа. В список безвизовых стран для россиян возглавляют страны так сказать первой линии бывшие союзные республики, непосредственно граничащие с Россией. В них можно ехать на поезде или просто на своем автомобиле. Авиаперелеты в эти страны совсем не напрягают делететь можно за 1-2 часа, при такой удаленности туда вполне можно летать просто на выходные. В Молдавию россияне въезжают без визы, но по загранпаспорту, в Украину и Белоруссию просто по российскому паспорту. 1. Белоруссия, разрешен въезд по российскому паспорту, полет час 20 минут, часа 2. 2. Украина, разрешен въезд по общегражданскому паспорту, перелет час 20 минут, часа 3. Молдавия, въезд по загранпаспорту, лететь 2 часа, часа 2. Безвизовые страны окраины Европы и Азии. Лететь 2-5 часов. Безвизовые страны на Балканах, на Кавказе и в Средней Азии географически совсем рядом почти как и многие страны Европы. Несмотря на близкое расстояние, не все авиакомпании предлагают туристам прямые и удобные рейсы. Сейчас читают, куда поехать в декабре на море 4. Абхазия, разрешен въезд по общегражданскому паспорту, лететь 2 часа 20 минут, часа 5. Сербия, без визы 30 дней, полет 2 часа 30 минут, 6. Армения, въезд по загранпаспорту, перелет 2 часа 40 минут, 7. Азербайджан, въезд по загранпаспорту, 2 часа 50 минут, 8. Хорватия, до 90 при соблюдении ряда условий, перелет 3 часа 9. Черногория, один месяц без визы, 3 часа 10. Казахстан, разрешен въезд по общегражданскому паспорту, лететь 3 часа 14 минут, час. 11. Турция, 60 дней без визы для туризма, лететь 3 часа 20 минут, часа 12. Узбекистан, въезд по загранпаспорту, 3 часа 45 минут, 13. Македония, при соблюдении ряда условий, лететь 3-4 часа 14. Босния и Герцеговина, для туризма 30 дней, нужный тур, ваучер или приглашение, лететь и ехать 4 часа 15. Киргизия, разрешен въезд по общегражданскому паспорту, 4 часа 16. Тунис, 30 дней, только для тургрупп при наличии ваучера, лететь 4 часа 15 минут, часа 17. Израиль, 90 дней, авиаперелет 4 часа 30 минут, час 18. Таджикистан, разрешен въезд по общегражданскому паспорту, лететь 4 часа 30 минут, часа безвизовые страны, доступные за 5-10 часов. Безвизовые страны средней удаленности доступны из Москвы в пределах светового дня. На некоторых направлениях возможны рейсы с пересадками, обычно же много прямых рейсов. Зная список стран с визой на границе, можно подбирать перелеты на этих направлениях еще более оптимально. 19. Марокко, 3 месяца, перелет 6 часов 10 минут 20. Гондурас, 90 дней, перелет 8 часов 21. Мальдивские острова, 30 дней, лететь 8 часов 30 минут, часов 22. Таиланд, без визы 30 дней, перелет 9 часов 20 минут, часов 23. Вьетнам, 15 дней, лететь 8 часов 50 минут, 9 часов 50 минут, часов 24. Южная Корея, 15 дней при ряде условий, до 30 дней на отца Чи Джуда, перелет 8 часов 35 минут, 25. Гонконг, виза не нужна 14 дней, прямой рейс 9 часов 30 минут, часов 26. Малайзия, без визы 1 месяц, лететь 10 часов сейчас читают, красивейшие места в мире безвизовые страны, куда добираются от 10 до 24 часов. В некоторые безвизовые страны можно попасть только с пересадками в визовых странах. Например, рейсы в Южную Америку выполняются с пересадкой в аэропортах США, Франции или Испании. В итоге нужно делать транзитные визы. 27. Сейшельские острова, 1 месяц, лететь 11 часов с пересадкой 28. Куба, 30 дней, 13 часов 30 минут, часов 29. Венесуэла, 90 дней, лететь 14 часов 30. Филиппины, 21 день, лететь 14 часов 31. Барбадос, 28 дней, 15 часов, с пересадками 32. Намибия, 3 месяца, перелет 15 часов, с пересадкой 33. Лаос, 15 дней, 15 часов, с пересадками 34. Багамские острова, 90 дней, перелет 16 часов, с пересадками 35. Никарагуа, 90 дней, 16 часов 36. Гренада, 90 дней, лететь 16 часов 37. Доминика, 21 день, 17 часов 38. Бацвана, 90 дней, перелет с двумя пересадками 18 часов 39. Доминиканская республика, 30 дней, 19 часов 40. Фиджи, без визы 4 месяца, перелет 19 часов, через Сеул 41. Бразилия, 90 дней, прямые рейсы в Рио-де-Жанейро 20 часов 42. Эквадор, 90 дней, лететь 20 часов 43. Чили, до 90 дней, 20 часов 30 минут, 2 пересадки 44. Гватемала, 90 дней, перелет 22 часа 45. Колумбия, 90 дней, лететь 22 часа, пересадка, безвизовые страны куда добираются свыше 24 часов. Самые удаленными из списка безвизовых стран. Чтобы добраться до них, путешественникам придется выдержать долгие перелеты, несколько пересадок и смену часовых поясов. Бонусом для терпеливых туристов станет возможность длительного безвизового пребывания в этих далеких странах. Так что имеет смысл сразу посетить несколько дальних стран оптом Улыбка, сейчас читают, дарит вам до 30 долларов США на отпуск. 46. Тринидад и Тобаго, 90 дней, лететь 23 часа 47. Микронизия, 30 дней при наличии обратных билетов, перелет с пересадками 24 часа 48. Свазиланд 1 месяц, 24 часа 49. Сент-Люсия, до 6 недель, авиаперелет 25 часов 50. Перу, 90 дней, 25 часов 51. Уругвай, до 90 дней в течение полугода, 25 часов 52. Аргентина, 90 дней, с пересадками 26 часов 53. Гаяна, 90 дней, перелет с пересадками 27 часов 54. Антигуа и Барбуда, 1 месяц, перелет 27-28 часов 55. Сальвадор, до 90 дней, 28 часов 56. Северные Марианские острова, без визы 45 дней, нужны обратные билеты, лететь 28 часов, 2 пересадки 57. Самоа Западная, без визы 60 дней, лететь 29 часов 58. Вануату, 30 дней, перелет с двумя пересадками 34 часа 59. Острова Кука, 31 день, лететь 34 часа 60. Ниуэ, 30 дней, перелет 34 часа 61. С 15 января 2012 года для россиян станет безвизовым, уточняется, и остров Гуам, лететь с пересадкой около 20 часов. Если планируете поездку на Гуам, предварительно уточните через тематик нужна ли виза туда. Самое грустное, то что разрешено посещать без визы такие страны, куда в общем-то особо и не хочется ехать. Будем надеяться, что в скором времени для нас все-таки станут безвизовыми страны Европы и Америка.